Самое прекрасное, когда тебе не нужно держать маску, чтобы не разочаровать. Знаете, откуда все эти трещины на отношениях, а после их полнейшее разрушение? Все просто. Вступая в отношения длиннее, чем просто связь, мы пытаемся быть лучше, чем мы есть. Мы показушно воспитаны. Наши манеры на вершине возможностей. И выглядим мы на миллион долларов. Все потому, что свидание – это как пройтись по красной дорожке. Но совместная жизнь – это самая длинная красная дорожка в нашей жизни. И очень сложно держать марку 24 часа в сутки на протяжении всей жизни. Поэтому, устав от тесных галстуков и натирающих ноги туфлей, мы меняем их на удобную футболку и мягкие тапочки. Мы думаем, нас должны принимать такими, какими мы есть. Но проблема в том, что видели-то нас другими, и мы создавали при этом видимость нашего комфорта в этом. Трещина. А как было бы правильно идти на свидание немного с более ярко накрашенными глазами, чем обычно? Не в вечернем платье для выхода в свет, а в обычной кофте, которую вы носите в жизни. Это как дружба. Но в тысячу раз круче. Когда вы собираетесь в кино, не ища в коробке новые туфли, которые одевали всего лишь раз на новогодний корпоратив, а одеваете удобные египтянки, джинсы вместо зауженной юбки и идете в кино, где можно лопать попкорн горстями и брать самый большой стакан колы, не боясь, что воспримут обжоры. Это кайф, когда не нужно стараться быть всегда на высоте, а можешь просто быть собой. С сонным человеком по утрам, разбитым к вечеру и немного уже вымотанным днем. Какая прекрасная дружба, скажете вы. А это не дружба, это любовь, которая просто еще не состоялась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова